Добрый вечер! В эфире итоговый выпуск «Вести» Карачева-Черкесия. Смотрите сегодня. Праздник, объединяющий неравнодушных, отзывчивых, милосердных людей, сегодня в Черкесии чествовали социальных работников. Они достойно несут службу. Житель нашей республики Тахира Гирбов выполняет боевые задачи в составе специального отряда «Ахмат». Книжные полки магазинов и библиотек пополнились печатными новинками. И заслуга в этом кандидата исторических наук Королюбима Альбахова. Многоцветие России в Московском Доме национальности состоялся ежегодный фестиваль национальных культур. С сегодняшнего дня сумма единовременных выплат всем заключившим в Карачево-Черкесии с Министерством обороны контракт на службу в вооруженных силах России составит полтора миллиона рублей. Об этом сообщил глава республики Рашид Тимрезов. Из них 195 тысяч рублей – единовременная выплата от Министерства обороны и 1 миллион 305 тысяч – единовременная выплата от Карачево-Черкесии. В филармонии Черкесской торжественно отметили День социального работника. В Карачево-Черкесии в этой сфере трудятся более 140 тысяч жителей нашей республики. На торжественном мероприятии присутствовали председатели депутата Народного собрания, представители органов государственной власти, виновники торжества и гости. Дарья Тендит расскажет далее. В зале филармонии было светло и сердечно. В этот день чествовали те, кто своим трудом и заботой делает наш мир чуточку добрее и теплее. Здесь собрались люди, которые готовы подставить надежное плечо и подать руку помощи человеку, оказавшемуся в беде. Благодаря социальным работникам миллионы людей по всей России получают необходимый уход и заботу. От имени главы Карачаева-Черкесии с приветственным поздравительным словом к присутствующим обратился председатель парламента республики Александр Иванов. Ваш труд отличает вас от всех других протестов, заставляя обладать особыми человеческими качествами. Сердечность, трудолюбие, готовность оказать поддержку нуждающимся в СНСКЛИВАНУ в уважении среди населения всей нашей республики. Вы настоящие герои нашего времени. В этот праздничный день желаю всем социальным работникам сил, терпения, оставаться добрыми и чуткими, несмотря на жизненные трудности, крепкого вам здоровья, оптимизма и успеха. Доброта – это солнце, которое греет душу человека. Истину этих слов лучше всех знают пожилые люди, инвалиды и все те, кого поддерживают социальные работники. На протяжении торжественного мероприятия выступающие выражали благодарность за их многолетний добростовестный труд. Около 60 лучших работников получили почетные грамоты, в их числе Марина Напшева. Это очень высокая награда для меня, потому что в социальной сфере я работаю уже 15 лет. И работаю именно там, потому что мне очень нравится дарить тепло, радость и видеть результат своей работы. Поздравить всех коллег, пожелать им счастья, здоровья, благополучия, чтобы на рабочем поприще они получали только позитив, только благодарность людей. Особые слова благодарности также прозвучали в адрес ветеранов социальной службы. Церемонию награждения сменяли музыкальные номера. Концертную программу для виновников торжества подготовили творческие коллективы. Дарья Тендит, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. Военнослужащие из Карачаева, Черкесии достойно несут службу, обеспечивая безопасность страны. Уроженец из аула Энжичуку на Базинского района Тахир Агирбов выполняет боевые задачи СВО в составе специального отряда Ахмат. С ним встретился Али Баташев. Для меня больше важно то, как мы выполняем свою работу. А награды это дали-дали хорошо, скажем так. Но когда дают, естественно, это гордость переполняется. Медаль за отвагу, орден Ахмат спецназ и другие награды, полученные за мужество и заслуги в боевых действиях в коде СВО. Тахир служит в разведке в составе спецотряда Ахмат. Сначала спецоперации. Попал я туда добровольно. Я не смог смотреть на все, что происходит на Украине спокойно. Пришел добровольно, получил. Отобрали в Бутермесе. У нас тогда был жесткий отбор. Это было 28 апреля 2022 года. 4 мая вывезли. Ребята все как одна семья, несмотря ни на религию, ни на возраст, ни на то, какой ты национальности. Вообще абсолютно. Одна большая семья. Находясь в отпуске, Тахир старается больше времени уделять своим детям, Кариму и Диане, которые всегда ждут папу домой и гордятся им. Кстати, дед героя, рядовой Чикер Агачев, в годы Великой Отечественной войны воевал с фашистами. Спустя годы история повторяется. Я очень сильно горжусь своим отцом, его поступком, естественно, пойти добровольцем. И, как сын скажу, что я сильно переживаю за него все равно, когда он находится там. Иногда хочется поскорее, чтобы у него наладилась связь, чтобы ему можно было позвонить. Но он это делает быстрее. В самые трудные минуты ты вспоминаешь свою семью, в первую очередь. И вспоминаешь то, зачем ты вообще там находишься. Это и дает тебе сил, дает тебе возможность двигаться вперед. Родина – это то первое, из-за чего мы туда пошли. И, естественно, за наше будущее, чтобы наши дети не переживали и не думали о том, смотреть на небо с улыбкой или чего-то бояться. Тахир верит в победу России и собирается сделать все возможное для ее наступления. Алибаташев Мухаммеда Шибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Следственными органами Следственного комитета России по Карачаевой Черкесии организовано проведение проверки по факту гибели жителя Ставрополя в Тиберде. Согласно предварительным данным, 6 июня житель Ставрополя в компании своих друзей осуществлял сплав по реке Тиберда. В ходе этого мужчина потерял равновесие и упал в реку. Впоследствии тело погибшего было обнаружено на левом берегу реки, ниже по течению. Следователи и криминалисты проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Следственным отделом по городу Карачаевску Следственного управления по Карачаевой Черкесской Республике организовано проведение процессуальной проверки по факту гибели жителя Ставрополя. Согласно предварительным данным, 6 июня текущего года мужчина в компании своих друзей осуществлял сплав на совбордах по реке Тиберда. В ходе этого он потерял равновесие и упал в воду. Тело погибшего было обнаружено на левом берегу реки, ниже по течению. Следователями Следственного управления совместно с криминалистами проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Сейчас прогноз погоды, а после мы расскажем о печатных новинках, профилактическом мероприятии и фестивале многоцветия России. В Карачаево-Черкесии дождь, в отдельных районах сильный ливень, в сочетании с грозой, градом с сильным ветром до 25 метров в секунду. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10, в горах порывы будут до 14. Температура ночью 12-17, в горах до плюс 11. Днем 23-28 градусов тепла, местами до плюс 20. В северной части местами высокая пожароопасность. В Черкесии кратковременный дождь и гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 15-17, днем 27-29 градусов тепла и высокая пожароопасность. Продолжаем выпуск. Книжные полки магазинов и библиотек Карачева-Черкесии недавно пополнились рядом печатных новинок, которые вобрали в себя публикации большого количества иностранных источников, посвященных истории Северного Кавказа и в особенности черкесов. Рассказывает и собирает тексты в архивах библиотек и музеев России, европейских стран и Соединенных Штатов, кандидат исторических наук Корольби Мальбахов. Он презентовал свои труды читательской аудитории Карачева-Черкесии. Послушала автора и Фатима Даурова. Бороться и искать, найти и обнародовать. Немного переиначивая, знаменитые слова героя романа Вениамина Каверина «Два капитана» Сани Григорьева, можно описать работу, которую ведет ученый-исследователь, историк Корольби Мальбахов. Весь его творческий потенциал сейчас направлен на поиски и перевод иностранных документальных источников, хранящихся в библиотечных и музейных фондах Европы и Америки, освещающих историю Кавказа и, в частности, адыговую их культуру. Спокойно, каждый день можно 10, 5, 20 при желании нового материала найти в библиотеках западных. Если ты знаешь языки, пожалуйста. Знание английского и французского языков помогает Мальбахову переводить найденные документы и собирать их в тематические сборники. Среди последних находок и книга писателя в эмиграции Сергея Курнакова «Дикие эскадроны», которая вышла в свет в 1935 году в США. Но до читателя исторический источник дошел только сейчас благодаря поисковой работе Корольби Мальбахова. Автор написал о том, как служил в черкесском полку дикой дивизии и как горная кавалерия участвовала в военных действиях. Вместе с ним в сборник вошло произведение, дневник одного писателя, Ивана де Шаека, сына подданного австро-венгерской короны, служившего наставником детей князя Владимира Романова. Это повествование о спасении в Кабарде братьев императора, княжеских сыновей Бориса и Андрея в начале прошлого века семьей Мурзабека Конова, который спрятал и приютил их у себя. Переводы обоих произведений на русский язык были сделаны впервые. Как говорит историк, именно случайность – причина начала его исследовательских работ. Случайно, будучи в столичной библиотеке, встретил, допустим, того же Джеймса Белла, двухтомник. Узнал, что это не имеет перевода. Взялся, перевёл. В общем, всё случайно. Потом это понравилось. Весь цикл издания объединён в серию «Мир черкесов», которая вмещает в себя богатый материал, ранее неизвестный отечественному читателю, охватывающий большой пласт истории черкесов на мировой арене. Я собрал такой архив, что вряд ли до конца жизни сумею перейти цифру 1% того, что требовалось бы перевести на русский язык, сделать доступным читателям. Такой огромный материал. Пришедшие на презентацию книг ещё долго не отпускали автора, задавая интересующие вопросы. Многие факты из истории черкесов впервые были услышаны ими, и они пользовались случаем впитать в себя как можно больше информации из уст корольбия Мальбахова. И каждый из них ушёл вместе с книгой с автографом исследователя. Патима Даурова, Мухаммеда Шибока, Вести, Карачаево, Черкесия. Семь пятниц. Так называется семейный каворкинг Черкеска, где прошёл мастер-класс иллюстратора-сборника комиксов Айшат Камиловой, хранителя Кубани. Художник-комиксист рассказал об истории появления, развитии культуры комикса, о том, какими комиксы бывают и как приступить к их созданию и с чего начать. Мастер-класс посетили порядка 25 человек, юные художники, которые увлекаются не только живописью, но и анимацией. Напомним, сборник был презентован в мае во всех городах и районах Карачаева-Черкесии при поддержке Министерства образования Республики. 2000 экземпляров были переданы в библиотеки районных школ и детских садов. В Черкесске на базе спортивного комплекса «Спартак» сотрудники МВД по Карачаевой-Черкесии провели профилактические беседы с воспитанниками секции вольной борьбы. В своём выступлении Амина Хакунова в доступной форме рассказала школьникам о пагубном влиянии наркотиков на организм человека и подчеркнула, что подростки достаточно быстро приобретают сильную зависимость и избавиться самостоятельно от неё невозможно. Кроме того, представитель полиции рассказала об ответственности за хранение, употребление и распространение наркотических веществ. В Московском Доме национальности состоялся ежегодный фестиваль национальных культур многоцветия России. Об этом сообщил глава региона Рашид Тимрезов. На этот раз фестиваль был посвящен колоритной, прекрасной, многонациональной, гостеприимной нашей родной и любимой Карачаева-Черкесии. Яркие выступления талантливых артистов и музыкальных коллективов, зажигательные танцы, интересные мастер-классы по народным промыслам. Программа выдалась не только очень насыщенной, но и тёплой, душевной, незабываемой. Отдельные слова благодарности руководству Департамента национальной политики Москвы, Московскому Дому национальностей, команде постпредства Республики в Москве и Министерству культуры Карачаева-Черкесии отметил Рашид Тимрезов. Хореографический коллектив «Конкурс современного танца Energy Dance» собрал на одной сцене в амфитеатре Черкесской яркие творческие коллективы из регионов СКФО. Каждое выступление было впечатляющим. Участники продемонстрировали свою великолепную подготовку, разнообразные образы, костюмы, танцевальные стили и направления, объединенные с особой атмосферой и техникой. И в каждой композиции особая музыка, мода, стиль, которые связаны друг с другом неразрывно. Студия современного танца «Чили» из Черкеска победила в разных номинациях. Участникам вручили медали и дипломы конкурса. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите продолжение фильма «Галка». Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok